Злой Волк С дюймовочкой Одна рюмочка И девка уже под столом Ну Чего вы хотите? Ты всегда можешь выпить с нами Что? Оставь меня в покое У меня такое похмелье Я едва на лапах стою Знаешь, как говорят Клин клином вышибают Ну уж нет И что это тебя так на выпку тянет? Горести заливаешь Кстати, не хочу цепляться Но ты что-то не по-княжески выглядишь Лишили меня титула Наследство Изгнали Как всякие родственные терки Мы ищем волшебные бабы Не видел? Ой Дали мне один на сохранение Только Где он? Говори Не так громко Я могу и громче А еще я могу убедить тебя Каким-то совсем неприятным способом Оно уже с угрозами В этом вся Сианна Слушай, я здесь за тем, чтобы играть в сказку Хочешь играть? Милости просим Только теперь все сложно Красная шапочка-то дала дума В смысле? Столько раз вспарывали мне брюхо Зашивали в него камни Топили Что едва нас предоставили самим себе Я отплатил этой маленькой язве сполна Красная шапочка лежит на дне колодца Вместе с охотником А значит, сам мы можем поиграть Только я не обязан с тобой разговаривать Ни про бабы, ни про что еще Вон от седого Какой-то нервный этот волк А ты представь себя на его месте Его определили в злые персонажи Хотя он совсем этого не хотел Собачья жизнь, говорю тебе Так что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем Точнее, я с ним поиграю Только мне нужна красная шапочка В смысле деталь костюма А не труп девочки Уж я надеюсь Ты хотел помогать? Тогда будь добр Прыгни в колодец и вылови шапочку Ну шевелись, шевелись, шевелись И как улов? Удачно, смотри, что у меня Дай сюда Она тебе явно мала Мне идет? Да Вполне, вполне Вернемся к злому волку Дай угадаю Ты будешь в роли внучки? Ну еще бы А ты охотника Опять вы? Я вам, кажется, ясно сказал Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки Ничего страшного Сиана займет ее место Что? Ну запретить я вам не могу Так что Внучка Подойди ко мне поближе Бабушка А почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька Бабушка А почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька Но, бабушка Почему у тебя такие большие зубы? Чтобы скорее тебя съесть, внученька Ты помнишь, что Оська говорил про красный боб? Он у человека, который его наверняка не проглотил Да Надо вскрыть брюхо Руки Вставая челюсть Штопор А, вот он Красный боб Ну что, теперь мы на шаг ближе к цели Ну что? Мне вот интересно Ты исключительно тактичный Или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? Послушай, тебе правда неинтересно, что было дальше? Что случилось после того, как меня изгнили? Ну раз ты сама об этом заговорила Я с удовольствием послушаю Ты остановилась на том, как тебя вывезли Благородные кавалеры Из тусента вывезли меня в пущу кайтху И там оставили Одну, без гроша В рваном кружевном платье А как раз начинались морозы Наверное, надеялись, что кто-нибудь меня прикончит Или я на радость всем сама сдохну с голоду Но я, как всегда, не оправдала возложенных на меня надежд Неделю блуждала по лесу Я была синяя от холода Жрала мох и кору с деревьев И, наконец, увидела вдалеке огонек Это был лагерь Я решила, что спасена В лагере были бандиты Бородатые, пьяные, все в крови Я была уверена, что меня убьют, изнасилуют Или то и другое Но это не случилось Нет И тогда я убедилась, что убийца Может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах Они приютили меня Мы поехали в Мазаир И я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их Мне удалось завоевать их уважение Может быть, даже любовь И, в конце концов, я стала их атаманшей Может, надо было там остаться? Может Может, я должна была все забыть и начать новую жизнь Но знаешь что? В конце концов, я подумала Раз уж они хотели чудовище То пускай они получат чудовище Ты многое испытала Да А моя сестра в это время давила виноград И валялась с министрелями на перинах В свое удовольствие Это не она тебя изгнала И не за это я ее виню А за то, что она забыла Забыла обо мне Ладно, хватит болтовни Пойдем Боб у меня Но вот Рапунцель Да Я и надоела ждать принца на белом коне Ты удивлен? Нынешние парни Модненькие страдать И поэтому ты выбрала себе вампира Детлов Он был орудием не более Жаль, что он об этом не знал Никому нельзя доверять Я этому давно научилась Теперь его очередь Ты с самого начала Хотела его использовать? Нет Сначала он просто меня заинтриговал Знаешь эту историю? Это было несколько лет назад В Митине Я должна была скинуть добычу У знакомого Барыги Когда мы торговались Вошел Детлов Он хотел продать серебряный подсвечник Держал его через сукну Это меня заинтересовало Я вышла за ним Выследила его Но он быстро сообразил, что это Ну да Нечеловеческое чутье Он свернул в тупик А когда я вошла туда за ним Выскочил из-за угла И показал зубы Хотел меня напугать Но это не произвело на меня впечатления В конце концов Я же сама чудовище Не так? Высший вампир не поразил тебя? Не знаю, восхищаться твоей отвагой Или сочувствовать глупости Я всегда умела найти к таким подход Грозным с виду тихоним Это и меня касается? Ох, Геральт Не хочу тебя огорчать Но мир не крутится вокруг тебя Впрочем, да Пожалуй, ты чем-то похож на него Скрываешь эмоции Старательно изображаешь безразличие Знаешь, когда я встретила Дедлова Я как-то почувствовала Что на самом деле он не хочет мне зла Что он пытается меня прогнать Потому что сам боится Понимаешь? Ну, допустим И что было дальше? Мы начали разговаривать Встретились раз, другой, третий Но он на меня и запал Сначала меня это даже забавляло Но только сначала Потому что он любил меня не как человек А как зверь Неистово, дико, отчаянно Тяжело ответить взаимностью на такое чувство Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня И вот в один прекрасный день ты просто исчезла Да, он бы не понял этих наших прибауток Давай останемся друзьями Я тебя недостойна И так далее Но когда я решила вернуться на старое пепелище То вспомнила о нем И подумала, что он может еще мне пригодиться Ты играешь с огнем Разумеется Так что или я обожгусь, или спалюся дотла Другого выбора нет А теперь Теперь ты не боишься встречи с Детлафом? Я с ним справлюсь Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь, как ведьмак и видишь чудовище А я знаю, какой он на самом деле Будь спокоен Ладно, пойдем Еще немного и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok